Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале Томата Больше Чем Любовь Светлана Чернова. Живу я в Чувашии, на Средней Волге. Сегодня минусовой температуры уже не было. Плюс 2 с утра. А вот после 6 уже здесь 25 градусов в теплице. Естественно, уже вышла, открыла. Ну и не сомневалась, что рассадывают в отличном состоянии. Вот все высадила здесь. Сколько у меня томатов получилось? Две лунки не нашла пока томата. Уже темнеть начало, надо было досадить быстрее. И вот посадили. Вот одна лунка тут для фрачерии у меня в уголочке осталась. И там ирландский ликер еще не посажен. Рассада отлично переночевала. Уже очень рада своему постоянному месту, постоянной квартире. Потому что уже сидеть они здесь устали. Тут еще как будто и не начинали сажать. Это столько еще много. Но уже как сортировку начала. То, что какую теплицу, которая пойдет. Здесь вот укрыто один плотный укровной материал. И сверху такой тонкий материал. И тонкий материал вот как съемки сделаю и сразу закрою. Почему? Это уже от солнца. Вчера очень много комментариев было. Вот я посадила. Что в открытый грунт. Не в открытый, а в грунт. Куда вы так торопитесь? Можно в мае успеть? Ну, в мае можно успеть. Еще месяц эту рассаду зачем надо держать? Конечно, вот и маркировка у меня по схеме есть. Стаканы еще лежат. Ничего не убрано. Потому что уже начало темнеть. Ну, естественно. Вчера Пасха, потом продолжили праздновать. Гостей принимали. Сегодня опять будут гости. Надо успевать между приемами гостей. И работу выполнять, сезонную, которую сегодня надо выполнять. Надо, не надо, но уж надо успеть сделать. Дорогие мои подписчики и гости. Кто сомневается, что рано еще сажать. Я всегда говорю, смотрите на свои условия. Зачем заморачиваетесь? Вот такие слова. Я ничего не заморачиваюсь. Мне это очень нравится. Надо пробовать, смотреть, как получается. Как говорится, не получится, так по-другому попробуем. Вот здесь у меня уже 50 корней томатов посажено. Опять много скажут, почему так плотно сажаете. Ну, вот тут расстояние достаточно хорошее. Когда плотно сажаешь, конечно, работы очень много. Вовремя пикировать. То есть, прищипнуть, посмотреть. Вовремя все надо выполнять. И потом нормально успевает созревать томаты все. В общем, всегда говорю, делайте так, как у вас хорошо получается. У нас самое главное – получить урожай. А не просто там вырастить можно рассаду в марте, в апреле. Кто как привык, у кого как. Климат какой самый главный. Какие условия. У нас ведь лето короткое. Успеешь, как говорится, к концу августа уже начинает осень наступать. В открытом грунте успеешь посадить, успеешь получить. Это тоже вопрос. Теплицы ведь для того и ставим, чтобы побыстрее вырастить урожай. До фитофторы, до прохладных дней. Поэтому теплицы ставим. А только раньше, как открытый грунт только надеялись. Сначала под укрытым материалом начали в открытом грунте. Потом пленочная теплица потихонечку. Ну вот теперь поликарбонатная теплица. Естественно, очень вкусные томаты в открытом грунте получаются. Кто это, не знает. Но у нас условий нет таких. Куда деваться? Вот они. Вот какие томаты. Ну что уже можно ждать? Их надо сажать, готовить. Только успевай посадить. Вот теперь, что эту сторону я не открываю. Вот южная сторона. Вот солнце уже как начинает печь. И уже открою теплицу, чтобы вентилировать. А это уже вот это вот самый тонкий укровной материал. Естественно. Вот так вот укрою. От солнца. Солнце. Это даже, я всегда говорю, солнце начинает прижигать. Как девушка под укрытием. Фоте. Такой тонкий, нежный. Это уже спасение от солнца. Потом вот съемки докончу. Аккуратненько закрою. Просто вот теперь томат. Для томатов солнечные лучи не страшны. В прошлом году этот укровной материал я для перца покупала. И вот самый тонкий он тоже нужен. Укровной материал. Там вот первый слой самый плотный. И вот так. Сразу уже открыто оставлю. Время сейчас вот после пяти уже я собралась съемки сделать. Ну вот шесть и прошло. Пока выходила. Пока кошку кормила. У меня котенок появился. Шотландская. Прямо ухая. Ну такая ласковая. Такая нежная. Я и так говорю. Когда дети росли. Так, наверное, не ухаживала. Кормить через два часа. Два-три часа. Боже мой. Как только начинает пищать, значит уже все. Пора, пора. Кормить это уже так. Тоже свои радости с ними. Пока-пока. Пока-пока.